Ангарская птицефабрика И вот мы сегодня очень хочется нам рассказать, когда появится помимо вот этих вот растений еще и свежие овощи на наших прилавках. Поэтому в такую стужу мы приехали в наше тепличное хозяйство и будем разговаривать с нашим главным агрономом Еленой Викторовной. Елена Викторовна, как у вас здорово! Рассада уже так подросла. Вот расскажите, ведь я еще хочу сказать нашим садоводным любителям, от того, как они вырастят рассаду, и будет зависеть урожай. Поэтому вы посмотрите, какая необыкновенная рассада. Вот расскажите, какие тонкости выращивания вот этой вот рассады? Ну, как видите, у нас уже технология эта новая, это посадка в минвату, посадка в кубики. Значит, этой рассаде вот уже сейчас где-то 18-й день. На следующей неделе у нас будет происходить посадка, когда у нас будет четвертый-пятый листик уже тут полезет. Вот. Посмотрите, какая чудесная корневая система у нее. Все потому что вовремя. Полив вовремя, питание вовремя, тепло. Сами понимаете, это все сейчас есть. Сейчас у нас где-то примерно 23 градуса здесь в тепличке. Поэтому как бы и рассадка соответствует. Елена Викторовна, я смотрю, конечно, растение это рассада, растение здоровое. От того, как они у вас будут дальше расти, и урожай зависит. Но несмотря на то, что вот посмотрите, пока еще никто здесь не летает, никого здесь нет. Мало того, что вы уже предусмотрели, что у вас желтые ловушки висят заранее. Вот что-то обсыпано чем-то. Вначале мы подумали, что вообще это случайно попал... Мусор. Да. А оказывается, это что такое у нас? Это у нас уже мы вносим профилактическое внесение. Это у нас вносятся энтомофаги. В данном случае это амплиселиус. Это вот просто насыпана та среда, в которой он находится. Потому что это очень-очень мелкий клещик хищный. И он вот как раз в мелких опилочках живет, когда его транспортируют. И вот он приехал, мы его рассыпали, он уже разбежался и как бы ищет вредителя. У нас его нету. Мы профилактику делаем. То есть если мы где-то что-то не доглядели, он сам сработает. Елена Викторовна, конечно, надо посмотреть. Вот мощная корневая система. Вот хотя, когда я говорю нашим садоводам-любителям, когда, допустим, выращено именно в горшочках, всегда обратите внимание, корневая система у нас наружу. Но для того, чтобы вырастить вот такое хорошее мощное растение, вы же просто так водой поливать не будете, не вырастить. И что прежде всего для этого надо, ведь надо и нашим садоводам-любителям позаботиться о том, чем поливать, как поливать, чтобы растения были здоровые. У нас, значит, каждый полив происходит с применением удобрений. Это строго. Причем, значит, вот если как сказать по технологии, с миноматой может быть даже и проще, чем с горшочками. Почему? Потому что здесь идет, как только 30% массы растения с кубиком высыхает, сразу приходит время полива. И мы вносим раствор определенной концентрации. И каждый полив, со следующей полива мы увеличиваем концентрацию, для того, чтобы потом, когда мы будем устанавливать каждый кубик в мат, в самом мате будет концентрация ниже. Для чего? Для того, чтобы корешочки из более высокой питательной концентрации пошло более в низкую, для того, чтобы хорошо произошло укоренение. Вот видите, как здорово. Ведь мы, когда говорим, как нам выращивать рассаду, мы же делаем то же самое. Я всегда стараюсь сказать, что мы, садоводы-любители, нисколько не отличаемся от профессионалов, потому что мы где учимся? Мы учимся у вас. Ведь, Елена Викторовна сказала, делают какую концентрацию? Маленькую и переходят на большую. Почему, допустим, мы, когда начинаем выращивать рассаду, мы очень маленьким количеством пользуемся калевые и кальциевые селитры. Там чайная ложечка на 10 литров воды. Растет наше растение. Этого питания ведь не хватает? Приходится переходить на более мощное удобрение. Допустим, акварин, восьмерочка, который содержит все питательные вещества в таких концентрациях, чтобы хватало. Ну вот еще такой вопрос. Сколько времени надо, по времени, чтобы вырастить рассаду огурца? Ну вот сейчас в наших условиях это где-то примерно 23-25 дней. Потому что это интенсивная у нас, эта технология, очень быстро. Если мы его чуть дольше продержим, он у нас будет большой, изнеженный. Для того, чтобы его посадить и не поранить при транспортировке, при установке и потом в дальнейшем при подвязывании, мы максимум даже, может быть, 23 дня мы сможем его выдержать, иначе он уже как бы будет уже большой. И у вас, конечно, в тепличке это можно сделать нежно, неся его и устанавливая как бы это. Нет, Елена Викторовна, у нас тоже, допустим, дома мы не сможем вырастить рассаду. И воздух не тот, и влажность не та. Для огурца это очень важно. Поэтому, когда мы говорим, где посадить рассаду огурца, всего 23-25 дней. Посадить огурец надо, чтобы все-таки земля какая была? Теплая? Теплая, да. Теплая земля. А в наших условиях это бывает не раньше конец мая, начало июня. Поэтому и рассаду-то торопиться не надо выращивать. Посеяли в начале мая, и в начале июня вот такую красавицу посадили на постоянное место. И через сколько времени мы уже будем кушать огурчики? Ну, где-то через месяц, чуть меньше. Чуть меньше. То есть 40-45 дней, как только взошли... Даже меньше. У нас вот сейчас будет уже где-то числа 15 января. Числа 15 января. Уже первые огурчики. Уже в наших прилавочках появятся уже первые огурчики. Поэтому мы тоже должны стремиться к чему? Мы должны стремиться к тому, чтобы точно выдерживать выдерживать все параметры, правильно поливать. Ну, Елена Викторовна, я, конечно, вам, наверное, будет смешно. Мне тоже иногда бывает смешно, когда предлагают, допустим, предпосевное удобрение, туда положить суперфосфат, аммиачную селитру, сернокислый калий. Можем мы это сделать или нет? Ну, это надо настолько ювелирно это сделать, чтобы не переборщить. Вот, поэтому как бы лучше, конечно, вносить с поливом в горшочек. Вот, как и вы делаете. Это проще будет. Так, и мы делаем обязательно. Вы тоже же даете предпосевное удобрение. Ну, мы вот когда кубики намат, намачиваем их в емкостях, вот там уже находится изначальный раствор. Да, точно так же, как вот мы берем акварин 13-й, где содержится больше там фосфор, калий, все, и тоже пропитываем свои горшочки. Рано можно получить урожай, если, допустим, в феврале посеять на рассаду? Это рано. Дело в том, что надо отсчитать именно количество дней, за которые вырастет рассаду, до момента, который будет посадка. Вот от этого, от даты посадки, отсчитать это время, и вот это будет время посева. Елена Викторовна, сейчас мы с вами находимся в теплице, где вы выращиваете рассаду томатов. Если бы нашим садоводам-любителям удавалось вырастить именно вот такую рассаду, мы урожай бы такой же получали, как в тепличных хозяйствах, потому что абсолютно все начинается с рассады, закладывается будущий урожай только тогда, когда рассада выращена правильно. Вот, Елена Викторовна, как вы считаете, главное, что в выращивании рассады томатов? Ну, наверное, все-таки сроки выращивания рассады тоже в основном определяющий фактор, потому что сейчас, вот как по старым меркам, раньше было, что 60 дней выращивать рассаду томатов, мы как бы сейчас вот даже вот в наших условиях 35, 35-37 максимум вот у нас дней уходит, где-то ну 40, вот для того, чтобы вот она была нормальной. Вот как раз вот смотрите, она такая неразжревшая, тоненькая, крепенькая, уже корешочки у нее вот уже, тоже уже, смотрите, какие толстенькие все. Вот рассада как раз вот сейчас и как раз в этот момент у нее закладываются уже наши кисточки. Да, как раз вот как раз, когда вот в таком она росте, уже первая кисточка у нее закладывается, хоть она и появится, вот еще как бы дней через 5-7, да, мы ее не видим, но она уже здесь, уже заложилась. И вот все зависит от того, какие условия были, когда она закладывалась. Иначе, когда мы будем садить, и если что-то было не так, то мы потеряем эту первую кисть. И нам придется делать приспускание для того, чтобы у нас как можно ниже была первая кисточка, и до шпалеры как бы у нас сформировалось нужное количество кистей. Поэтому как бы вот сейчас самое главное – это выдержать все параметры. Но еще знаете что? Все зависит от сорта томата. Посмотрите, вот рядом стоит у нас рассада томата, выращена в одних и тех же условиях. Вот здесь междоузли, очень маленькие, раз маленькие междоузли, и урожай начнется раньше. И до шпалера у нас будет есть. И больше кистей, да. Поэтому если уж тепличное хозяйство может себе позволить попробовать какой-то другой томат по урожайности, мы должны обязательно обращать внимание на то, чтобы получить более ранний урожай. Какой полив? Чем поливаете? Ну точно так же полив везде одинаков. Мы никогда не поливаем водой. Всегда идет полив с питательным раствором. Он рассчитанный. У нас есть лаборатория, которая рассчитывает. Мы отбираем, ну это, конечно, наше чисто, и отбираем шприцом раствор. Смотрим, сколько здесь концентрация, как бы контролируем ее. Но вообще, как бы каждый полив у нас идет с увеличением на 0,2 млс, я уже вам это говорила. То есть мы потихоньку повышаем эту концентрацию, потому что растение питается, оно берет питательные вещества, и каждый раз нужно питание. Лена Викторовна, я просто, вот вы знаете, такая редкость, когда видишь такую рассаду. Между узлей маленькие, и уже появился пасынок. То есть как можно раньше появится и кисточка, а как можно раньше появится и урожай. И мы с вами, когда будем покушать, пробовать. Томаты будут где-то в конце февраля, в марте, в начале марта. В начале марта, к новому празднику марта, мы будем пробовать томаты. Конечно, вегетационный период у них побольше, чем у огурцов. Если огурцы начинают плодоносить в среднем на 40 дней, то баклажаны самые ранние, ой, помидоры самые ранние на 90-95 день. А теперь нам очень хочется посмотреть, вы ведь выращиваете у себя в теплице и перцы, и баклажаны. Давайте посмотрим на рассаду и тонкости выращивания этой рассады. Елена Викторовна, А вот перчики, я смотрю, вы выращиваете все-таки на грунтах, на торфе. Да. Это ближе к нам, ближе к садоводам-любителям. Но разницы, по-моему, не очень много. Единственное, многие считают, что рассада перцев должна расти дольше, чем томатов. А вот вы как считаете, сколько времени вы тратите на то, чтобы вырастить рассаду? А перчики дольше, дольше растут. Чуть меньше, чем баклажанчики, но где-то примерно 40-45 дней. Да. И тоже. Ну, в принципе, они как бы с баклажанами одинаковы, да. Ну, у нас получается, что мы перчики пораньше садим, дней на несколько, и потом посадка идет баклажан. Ну, вот, во-первых, я знаю, что наше тепличное хозяйство выращивает тоже такие хорошие сорта, допустим, как магна. Настолько и вы любите магну оранжевую, и мы очень любим. Это толстосенные перцы, кубовидные. Но так рано вы все-таки начинаете, когда... Вот рассада у вас примерно 40-45 дней, да, немножко. Потому что мы смотрим, что рассада еще маленькая. Может быть, она немножечко меньше за счет того, что все-таки быстрее растет на минвате. Ну, и на минвате, конечно, все быстрее растет. На минвате еще быстрее растет. Она более инертная, и, соответственно, она сразу... Воздуха побольше. Во-первых, и воздуха побольше в ней. И температура в ней такая же, как температура окружающей среды. Проще. Да, в увлажненном субстрате, вот таком как торф, здесь попрохладнее. Как бы здесь зависит от того, что подпочвенный есть у нас обогрев или нет. И он у нас, конечно, есть. Но все равно грунт всегда прохладнее, чем вот минвата. Если рано посеять, что будет? Ну, конечно, вы передержите, потому что вы будете ждать. Еще тепла не придет у вас на вашей тепличке. Вы все равно будете ждать, пока у вас потеплеет, и рассада у вас перестоит. Оно у вас вытянется. Уже у вас те кисти можете потерять, которые... Ну, допустим, да, плоды. То есть она не стоит. Не стоит. Не стоит совершенно. Поэтому придет январь, февраль. В это время надо только о чем позаботиться? Иметь хороший торф. Да, подготовить грунт. Иметь удобрения, иметь горшочки и точно знать агротехнику выращивания. Посмотрите, какая маленькая рассада баклажанов. Вот проходит настолько мало времени, может, неделька, может, немножко больше. Мы не замечаем, как быстро начинают расти, какие громадные листья у баклажанов. И поэтому сроки посадки тоже очень мало отличаются от сроков посадки и перцев, и томатов. Елена Викторовна, вот подскажите нам, пожалуйста. Они будут у нас высажены практически одновременно с перчиками. То есть это 45, 45 где-то, может быть, чуть меньше. Все в зависимости будет у нас от того, как вырастет рассада. Потому что все определяют факторы температурные. Освещение, как видите, у нас здесь есть. Самая главная температура и питание. И сроки какие рассады? 45, так бы я сказала. 40-45. Поэтому нам торопиться. Да, вот от всходов. От всходов, да. Зашли? Вашины всходят быстро. 5-6 дней. 5-6 дней. Даже у нас в камере проращивания. Перец подольше. Перец подольше. Особенно магна. В группу пришел у нас вопрос. Высадили баклажаны. Плоды маленькие. Сразу зеленеют. И не растут. В чем дело? Скорее всего, либо неправильно она выращена в рассадном периоде. Возможно, после того, когда она высажена в грунт, там тоже не соблюдены все факторы. Недостаточно питания. Либо холодный грунт, который дает как раз опадение корневой системы. Соответственно, растение, если не питается, оно и не будет питать плод. И, соответственно, он у вас просто осыпется. Спасибо вам большое. Я всегда с таким удовольствием приезжаю к вам на передачу. Всегда точно знаю, что обязательно будет что-то новенькое, интересное. Не только для меня, но и для наших садоводов-любителей. Спасибо вам большое. Приезжайте. Обязательно. Ждем. До свидания. Спасибо за вопросы. До свидания, телезрители. Генеральный спонсор выпуска – Ангарская птицефабрика. Наша ангарская курочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова